У тебя снова очередная ломка по ламповым видосам? Твой любимый ютубер пропал почти на 3 месяца, а последний ролик был аж 20 июня. Хватит это терпеть! Мне кажется, пора ему отомстить за бессонные ночи, проведенные в ожидании. Залетаем к Сэнсэю в комнату. Где ты, паршивец? Твой час настал, пощады не будет, смерть уже близко. Ты готов? Я готов идти хоть по тысячу километров вперед, мне пофиг. О! Ушли, мать! Сэнсэй пропал, но выход есть. Подписывайтесь на канал TheSena99, здесь вы найдете самый эксклюзивный контент. А самые преданные подписчики Сэнсэя могут оценить видосы с его участием. Давайте поможем парню набрать тысячу подписчиков, и у Сэнсэя выйдет новое видео. Но это не точно. Друзья, всем привет! Можете не называть меня больше танкистов, это все равно, что терпило. Блин, играя на этом танке, вы просто забудете свое второе имя. Первое тоже забудете. Фу, у меня аж слезы навернуло, как вспомню всю эту боль. Жжение во рту, стертые коленочки, боль в паховой области. А, нет, что-то после работы болит. Кстати, отдельная благодарочка Степану за донатики в размере 100 рублей и правда. Алло, Картош, а где танчики-то, а? И хотелось бы поблагодарить за донат Леху, он же Тиграмба. Спасибо за поддержку. Эти ребята скидывают свои кровные вне стрима, поэтому вы видите их у себя на экране. Поехали дальше. Самые лучшие и приятные моменты связаны у меня с игрой на этом танке. Мне кажется, это лишнее. Возможно, в самом удаленном уголке планеты есть самая страшная пытка. Катать лишь на данной технике 12 часов подряд. И знаете, как сильно у вас будет гореть, жопа? Иногда хочется бросить все, удалить этот танк чертям собачьим, купить себе костюмчик с отливом и махнуть в Таиланд. Блин, и там же а-то имеют, а? Запасайтесь вазелином, горюче-смазочными канистрами и встречайте Т-95. Танк, от которого просто сгорает жопа, при том хлам. Самое главное на этом танке прикинуться АФКшным. Пусть и мейты сами едут тащить, а мы и тут постоим. Окей, уговорили, едем в бой. Прогреваем мотор, нажимаем на газ, выпиваем баночку энергетика, представляем, что от скорости волосы сносит по направлению ветра. Ну, едь, давай, да не стой ты, сука! Все, я наигрался, я больше на нем не поеду. И вот именно с такими эмоциями я и прохожу этот танк. Казалось бы, хорошо бронированный ПТ-САУ. Все отлично, я бы даже сказал... Как бульдог, так абассан. Очень хороший альфой, 640 единиц. Уже можно сказать, делает игру намного проще. Но максимальная скорость в 16 километров. И это, скорее всего, если взад вас будут толкать 5 маусов с бугра. Либо если скинуть их с самолета. Прямо на Т-95 сверху, чтобы я больше на нем не страдал. Стоять на этом корыте, это нереальная роскошь. Танк не то что не едет, он стоит. Он постоянно стоит на месте. Борщ тоже абассан. И вращается Т-95 тоже очень уныло. Словно танком управляет группа ленивцев. Я не знаю, о чем думали инженеры, когда проектировали данную самоходку. Но мне кажется, они очень сильно отвлекались. А когда пришло начальство, сказали... Ну, хороший же танк. Ну, получился так получился. Не едет. Зато стреляет. Для бутылочников, ну, в самый раз. И если какая-то падла вам скажет, качайте Т-95, ни в коем случае не слушайте вы этого безумца. Потому что страдает этот танк очень сильно. Особенно попадая против 10 уровня. Не верите? Тогда смотрите сами. Минус Т-95 всего лишь один. Это слабый поворот на месте. И очень нищенская максимальная скорость. Все, можно ставить крест на танке, чтобы даже не советовать его качать. Да, соглашусь, в топе, особенно если карта коридорная, то очень хорошая тачка для прорыва. Особенно если нужно продавить направление ТТ. И вас прикрывают союзники. Да-да, вас будут прикрывать тиммейты. Мечтайте. В остальном же, попадая на более просторные открытые карты, любой, слышите, любой средний танк сможет закрутить Т-95. И вы от него просто не отвертитесь. Особенно если это танк 10 уровня. Да, он, конечно, примет от вас плюху на 640. Но в остальном, сосать уже придется вам. Да что там СТ. Даже тяжелые танки без особого труда с легкостью крутят Т-95. И вжаривают его с такой силой, что выезжать снова в бой уже не возникает никакого ни малейшего желания. У меня уже был на канале видос про Трофимыча, который откатал на Т-95. Более 55 тысяч боев. Я просто не представляю, какие у человека железные нервы. Или он просто мазохист. И еще одно. После того, как Т-95 понерфили в бортах, танк перестал танковать. Он реально пробивается. При том, в лоб, многими одноклассниками. А про десятки, как я вообще молчу. Больная тема в плане танкования. Думаешь, будет броня спасать? Да где там? И не надейтесь даже. Но на этом у меня все. Я вам душу излию. А вы уже сами решайте, качать этот шлак или нет. Не забудь подписаться на канал, если этого еще не сделал. И поставить этому видео лайк, если оно вам понравилось, конечно. Играйте только в качественные игры. Если вам, конечно, есть чего играть. Субтитры сделал DimaTorzok